Сегодня состоялось совещание рабочей группы по развитию и эксплуатации государственной сети цифрового вещания в Ямал-Ненском автономном округе. Посредством видеоконференц-связи в нем приняли участие и ответственные лица города Лабытнанги. Руководитель рабочей группы, заместитель губернатора округа Наталья Фиголь. Были обсуждены итоги и результаты работы подготовки к переходу на цифровое телевизионное вещание. Рассмотрели два вопроса. Первый об информировании о смене принципов вещания. И второй о социальной поддержке малоимущих категорий граждан. Вопрос о переходе, как уже сказала Наталья Валерьевна, на цифровое обещание рассматривался на заседании правительства Российской Федерации 15 ноября 2018 года. Итогом обсуждения было принято ряд решений. Планируется поэтапное прекращение на территории РФ эфирной и наземной аналоговой трансляции обязательных общедоступных каналов, входящих в состав 1-2 мультиплексов в период с 11 февраля по 10 июня 2019 года. До 10 декабря 2018 года будет утвержден разработанный Минкомсвязь РФ план перехода на цифровое телевизионное вещание. В настоящее время завершаются все технические мероприятия по переходу на цифровое телевизионное. На территории округа цифровой телесигнал транслирует, как сказал Павел Владимирович, 29 телевизионных станций. И помимо этого принято решение о строительстве дополнительных объектов связи в городе Лабыднанге и микрорайоне Апска. Строительство мы планируем закончить в середине декабря месяца и запустить два передатчика, 1-2 мультиплекса. До конца года мы полностью закроем. То есть тот охват населения, который мы запланировали, он будет достигнут. Для приема цифрового сигнала на телевизоры старше 2010 года выпуска нужно приобрести конвертирующую сигнал-приставку. Ее стоимость в среднем 1000 рублей. Малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам будут компенсированные расходы на приобретенное оборудование. Ведется работа по оповещению об этом. Рассылаем письма. Дважды провели такие большие масштабные смс-уведомления. Ведем работу по телефонному информированию. И силами волонтеров произвели по квартирный обход 687 семей. Мы обошли, в какие-то попали, ну большинство в какие-то не попали. Из этого количества 206 малоимущих семей планируют приобретать приставку для приема. Но фактически поступило 104 пока заявления. Продолжаем работу в этом направлении. Гражданам стоит поторопиться. 12 декабря – последний день, когда будут приниматься документы для компенсации затрат на приобретение приставки. Андрей Симоненко, Дмитрий Свирид. Программа «Время местное».